С наступлением тепла активизируется все живое, просыпаются растения, насекомые, а люди стремятся больше времени проводить в парках и скверах. Однако далеко не всегда это безопасно, ведь весенне-летний период – время активности клещей, которые являются переносчиками многих опасных инфекционных заболеваний. По данным регионального Роспотребнадзора, только за прошедшую неделю к медикам обратилось более 200 рязанцев, а всего с момента начала мониторинга пострадавших от укусов клещей зарегистрировано более полутысячи. После исследования насекомых, снятых с людей, оказалось, что более 3,5% клещей было заражено вирусом клещевого боролиоза, а грануцитарным анаплазмозом человека – 8,5%. Сами по себе эти инфекционные заболевания крайне опасны. Они могут привести к поражению нервной системы, опорно-двигательного аппарата, почек и печени. Однако, если вовремя начать лечение, негативных последствий, скорее всего, удастся избежать. В связи с этим медики напоминают, что если вы обнаружили на себе клеща, нужно немедленно обратиться в специализированное медицинское учреждение. Однажды обязательно обратиться в травмпункт, где под грамотными действиями хирурга в асептических условиях клещ будет удален и отправлен бесплатно на исследование. То есть, травмпункты имеют у нас такую возможность. И впоследствии человеку будет данного направления в наше инфекционное отделение, где он будет осмотрен на предмет опасности заражения баррелиозом, анаплазмозом. И будут даны рекомендации по профилактике и лечению данного заболевания. Если же вы избавились от клеща самостоятельно, и насекомое не было исследовано, нужно с особым вниманием отнестись к своему состоянию. В первую очередь на себя обращают внимание покраснение места укуса, воспаление лимфоузлов рядом с этим укусом, повышение температуры тела. При появлении этих симптомов необходимо проконсультироваться у врача. В инфекционное отделение больницы Симашко после укусов клещей обращаются каждую неделю. Избежать подобной неприятности можно при соблюдении несложных правил. Надевать светлую одежду, максимально закрывающую кожные покровы, применять современные репеллентные средства для обработки открытых участков кожи и верхней одежды, проводить самые взаимоосмотры, не садиться и не ложиться на траву. Все это в том случае, если вы выезжаете за город, а на территории города рязанцы могут чувствовать себя в безопасности. Ежегодно в Рязани проводятся мероприятия по обработке городских парков от клещей. В текущем году было обработано у нас шесть парков. Предварительно жители через СМИ были оповещены об этом заблаговременно. Итак, у нас 11 числа были обработаны парки Центральный парк культуры отдыха, Парк Гагарина, Парк Советского Братства по оружию и Комсомольский парк. 13 числа был обработан лесопарк. Действия вещества хватает на два месяца. По истечении данного срока будет проведена повторная обработка. Химический состав вещества, которым обрабатывают парки и скверы, действует только на клещей. Для людей и животных он безопасен. А в скором времени работники управления благоустройства планируют обработать берега водоемов от комаров. Так что отдыхать в черте города можно будет абсолютно спокойно и с комфортом.